Мы живем в такое время, когда народ Божий должен искать ответы только у Бога и только в Его Слове. Пожалуйста, услышьте меня. Кризис, который мы переживаем сейчас, не является следствием ужасов бандитизма или смертельной пандемии. Все дело в отклонении от истинной христианской веры у нас. Мы продолжаем разговор о важности передачи истины следующему поколению. Нам необходимо передать ее в целости, или, говоря библейским языком, передать весь Совет Божий. И, пожалуй, это послание будет самым важным в этой серии проповедей. Это то, что может делать каждый из нас, но при этом это просто жизненно важно — ходатайствовать за наше будущее поколение. Речь не о быстренькой молитве между делом, не о молитве из-за какого-то неожиданно случившегося кризиса, нужды или еще чего-то важного. Я говорю о настойчивом, упорном, намеренном ходатайстве перед Богом до получения Его ответа. Вы можете спросить, Майкл, а с чего ты уверен, что Бог ответит? Потому что Он обещал это. К этому мы еще вернемся снова, а пока позвольте сказать, что первое послание к Коринфянам, 7 глава, ясно говорит нам о том, что если есть хоть один верующий родитель, я повторю это еще раз, хотя бы один верующий родитель, то следующее поколение освящается благодаря этому единственному верующему родителю. Одним из примеров, который произвел на меня сильное впечатление, является мужчина из Писания, который ходатайствовал за свое будущее поколение и получил огромное благословение. И более того, вся его семья получила спасение. Но давайте... Я сейчас не буду забегать вперед, и вы вместе со мной откроете Священное Писание. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава. Начнем мы с 46 стиха и пойдем до 53. Это история о человеке, который пришел к Иисусу просить за своего сына. А знаете, что мне больше всего нравится в этом человеке? Сейчас вы сами это увидите. Итак, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 46 по 53 стих. Мне нравится то, что его невозможно было сдержать или отговорить, даже тогда, когда его ожидания не оправдались. Он, отец, и, скорее всего, он обладал очень маленькими библейскими знаниями и абсолютно не имел представления о тех теологических дебатах, которые велись в то время. Может, он до конца и не представлял, кто такой Иисус, на самом деле, что это самый настоящий Бог, явившийся в человеческой плоти. Но он показывает нам огромный пример непоколебимой веры в слова Иисуса. Он являет образец безусловного доверия обещаниям Иисуса в любой сложной ситуации. Он полностью положился на Иисуса, когда это коснулось его будущего поколения. Вот на этом я хочу сконцентрироваться сегодня. Самое замечательное в христианской вере — это сам Бог, который дает нам веру. Веру, благодаря которой мы имеем спасение. Это прежде всего его дар. Но затем, сверх этого, если ты просишь его, то он дает тебе и веру на каждый день. Когда бы ты ни обратился к нему, он даст тебе веру полагаться на его обещания в каждом дне. Веру, которая не перестанет ходатайствовать, и которая никогда не сдастся, которая будет желать доверять Богу, несмотря ни на что, и всегда будет держаться за его Слово. Этот человек из 4 главы Евангелия от Иоанна, подобно многим из нас, пришел к Иисусу из-за кризиса в своей жизни. Ведь многие из нас повернулись к Иисусу от безысходности в той или иной жизненной ситуации. И в этом нет абсолютно ничего плохого. Это нормально. Господь относится с пониманием к такой кризисной вере. Но проблема в том, что мы бесчестим Бога. Если наша вера остается в таком кризисном режиме, и мы идем к Нему только, когда нам плохо, это позорит Бога. Поэтому, возлюбленные мои, нет никаких сомнений, что Господь не презирает и не отвергает кризисную веру. Но если мы вспомним о вере только тогда, когда наступит какая-то проблема, тогда мы опозорим этим нашего Бога. Он часто отвечает на наши молитвы в моменты кризиса для того, чтобы ободрить нас, идти из силы в силу, чтобы наша вера развивалась и возрастала, преобразуясь из кризисной веры в заразную. И поэтому я хочу показать вам пять стадий, которые прошла вера в жизни этого человека, чтобы в наших жизнях произошло то же самое, так как прежде, чем от кризисной веры прийти к заразной, нужно пройти еще три других этапа. Это быстро, я не утомлю вас этим. Итак, его вера началась с кризиса, это и есть кризисная вера, а далее идет непрерывная вера. Затем, на третьем этапе, это все расцветает и перерастает в непоколебимую веру, что приводит к четвертой ступени. Это подтвержденная вера. И, наконец, вера этого отца становится заразной. Это не займет много времени, пожалуйста, будьте внимательны. Как я уже сказал, большинство из нас, когда мы становимся ходатаями за будущее поколение. Начинает с чувства экстренности ситуации, и это вполне нормально. Бог использует обстоятельства, чтобы приблизить нас к себе. Как говорится в синодальном переводе, Он отвечает на нашу назойливость. Господь милостиво использует эти детские шаги веры, чтобы вывести нас на другой уровень. Сами посмотрите на 46-й стих. Царь и дворец — это тот, кто имеет доступ во дворец царя. Он один из придворных королевского дома. Царь и дворец пришел в отчаяние, но он не привык сомневаться, и, учитывая его положение, он был богат, имел статус и огромное влияние, но ни его деньги, ни его статус, ни власть не смогли ему ничем помочь. Ему нужно было сверхъестественное вмешательство. Он осознавал, что все, чем он обладал, не могло победить этот кризис. К счастью, эта проблема привела его к спасительной вере в Иисуса. Самая чудесная черта нашего Господа в том, что он приветствует такую веру. Этот человек настаивал и умолял Иисуса. Это можно услышать в его голосе. Он продолжал настойчиво ходатайствовать перед Иисусом, даже когда казалось, что Иисус отвергает его просьбы. Вы можете сами увидеть это в Писании, но обратите внимание, что этот отказ не был намеренно направлен именно против этого человека. Там была огромная толпа людей. Посмотрите на это в контексте всего, происходившего там. Такого человека узнавали по одежде, и когда люди видели его, они сразу расступались, освобождая ему путь, чтобы он мог подойти к Иисусу. Огромная толпа вокруг. И вот он подходит к Иисусу в тот самый момент, когда он обращался к толпе. То есть не обязательно Иисус обращался напрямую к нему со словами. Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. И вот вам факт из Библии. Послушайте, многие из вас могут засвидетельствовать об этом так же, как и я. Если мы собираемся расти в вере, то мы должны испытывать свою веру. Хотя сейчас много людей хотят верить, но не желают проверять свою веру. Но ведь если вы хотите поступить в колледж, то вам надо сначала сдать экзаменационные тесты, Бог задумал испытания веры для нас, чтобы нам самим стало очевидно, на каком уровне находится наша вера. Ведь ему-то это и так уже известно. Мимолетно наша вера или непрерывно, временно она, или уже постоянно, доверяя Богу. Для великих дел наше следующее поколение. Мы должны полностью положиться на него, поверить и сделать шаг от кризисной веры к вере непрерывной. Этот средворец показывает нам своего рода пример. Он прошел от кризисной веры до непрерывной. И вы спросите, а как? Посмотрите 48 стих еще раз. Иисус отталкивает его, но он не принимает ответ «нет». Он не сдается и не останавливается. А как же он отвечает на отказ? Взгляните на 49 стих. «Вы не уверуете, если...» Он отвечает, «Господин, давайте отойдем поговорить. Я не хочу никого слушать. Пойдемте со мной». Это 49 стих. Так о чем же он здесь говорит? А он говорит, «Я верю в то, кто ты есть. Дело не в том, что ты можешь сделать, но в том, кто ты такой». И это позволяет его вере перейти из состояния кризисной к непрерывной и затем уже к непоколебимой. 50 стих. В нем Иисус говорит, «Иди, твой сын жив». Я представляю себе такую картину. Если бы вера этого человека застряла на этапе кризисной, если бы она была поверхностной, если бы он просто хотел получить то, в чем он так сильно нуждался, то он бы сказал, «Иисус, подожди минутку, разве ты не пойдешь со мною, чтобы увидеть мальчика? Разве ты не пойдешь возложить на него руки, чтобы исцелить и убедиться, что с ним все в порядке? Как я тогда могу быть уверенным? Откуда мне это знать, что это действительно случится или случилось? Ведь мой мальчик далеко отсюда в Капернауме возле озера, а мы здесь в Назареце. Это же очень далеко, но он не стал так говорить, просто не стал. И причина тому как раз в том, что его вера перешла в другое состояние. Теперь она стала непоколебимой. Непоколебимость, но не самонадеянность. Есть огромная разница между этими словами «Возлюбленные мои непоколебимость верит Богу на слово. Я свидетельствую вам, что все в моей жизни привязано к обетованиям Божиим». Где бы вы нас не смотрели, вы можете поступить точно так же. прилепитесь к Божьему обещанию вне зависимости от того, где ваше будущее поколение находится прямо сейчас и в каком оно духовном состоянии. Потому что мы все с вами знаем, что сомнение это враг веры. Мы все подвержены сомнениям, включая вашего пастора. Все искушаются этим. Но сомнения. Надо постоянно вырывать с корнем, как ядовитые сорняки. Как же это делать? Доверять Божьему Слову, держаться за Божьи обещания и бросить свой якорь среди его обетований и сделать это как можно скорее. Здесь мы подходим к крайне важному моменту, ходатайствуя за будущее поколение. Мы должны показать им пример веры. Необходимо явить ее, потому что если мы сделаем это, то со временем они разовьют свою веру на основании нашего примера. Если они увидят, как мы переходим от кризисной веры к непрерывной, то они смогут дойти до непоколебимой. этот человек из ближнего круга царя Ирода верил Богу свое будущее, свое следующее поколение. Он поверил Божьему Слову даже без видимых доказательств. Он поверил Иисусу на слово и просто доверился Его обещанию. Притом настолько сильно, что даже не стал торопиться домой в тот самый день. И сейчас я объясню это вам. Я не знаю точно, где он провел эту ночь, но я уверяю вас, что спал он как младенец, хоть и в чужой кровати. Ранее я говорил вам о Божьем обетовании в первом послании к Коринфянам 7 главе. Это 14, 15, 16 стихи о том, что жизни неверующих детей освещаются, даже если всего лишь один родитель верующий. И это означает, что в то время, когда вы ходатайствуется и молитесь за следующее поколение, вы можете иметь мир. Не беспокойтесь и не тревожьтесь. Да, вы ходатайствуете. Вы не сдаетесь, но у вас мир на сердце. Потому что придет время, и Бог сдержит свое слово. Он исполнит свои обещания. Поэтому вы можете иметь мир в сердце. И вот вам вопрос. А вы знаете, почему это на самом деле настолько важно? Послушайте. Потому что и дело тут заключается ни во мне, ни в вас, и ни в ком-либо еще. Это не имеет никакого отношения ко всем нам. Значение здесь имеет только Божье сердце и только его характер. Мы здесь абсолютно ни при чем. Давайте вместе посмотрим в Писание. Пожалуйста. Когда заметьте, на следующий день пришел домой этот царедворец, как я это узнал, сейчас поймете, его слуги встретили его, скорее всего, возле городских ворот. Возможно, они даже провели там всю ночь, ожидая, когда их хозяин вернется домой. Они, наверное, говорили друг другу, хозяин просто не поверит в то, что произошло. Он не поверит таким хорошим новостям, и, конечно, захочет сам во всем убедиться. Поскорее бы он уже вернулся домой и своими глазами увидел, что же тут случилось. Слуги наверняка не могли заснуть той ночью, в то время, как их хозяин, царедворец, спал себе прекрасно. И когда он пришел домой, он задал только один единственный вопрос, всего лишь один, и нет, это не был вопрос, а где мой мальчик, я хочу его увидеть. Нет. А знаете, что он спросил? В котором часу мальчику стало легче? В котором часу это произошло? Когда мой малыш был исцелен? Послушайте, я сейчас использую свое святое воображение немного. «Хозяин, а какая вообще разница?» А разница в том, что это не просто случайное совпадение. Это не просто случайность, удача или счастливый случай, потому что это произошло в ту самую секунду, когда обещание слетело с губ Иисуса. Кризисная вера уступила дорогу непрерывной, которая развела непоколебимую веру, ставшую теперь подтвержденной. А далее, мои дорогие друзья, подтвержденная вера должна и просто обязана перерасти в заразную. Вы просто не сможете молчать, когда Бог ответит вам. Подумайте об этом, и мы должны посмотреть 53-й стих, они ответили ему, «Это случилось вчера». Вот откуда я это знаю, что прошла ночь, прежде чем он возвратился, когда царедворец удостоверился, что чудо произошло в тот самый момент, тогда Библия говорит, уверовал сам и весь дом его, его свидетельство, его рассказ о произошедшем всей его семье, включая слуг, рабов, детей и внуков, позволили всем им стать верующими. Вот насколько велика сила свидетельства. Если я и узнал что-то о Слове Божьем, за все те годы моего следования за Ним, так это то, что Он, Бог, заключающий завет, и Он же Бог, исполняющий этот завет. Бог любит работать с поколениями, Бог любит благословлять и использовать целые семьи для Своей славы, поэтому вера ради следующего поколения не является для нас предметом выбора. Мы видим это не только в Ветхом Завете, но и в Новом. Он подтверждает нам то же самое. В книге Деяний, в 10-й главе, мы видим самого первого обращенного язычника, и это был капитан итальянской армии. Он не был евреем. Это был первый уверовавший язычник, искупленный Господом Иисусом Христом. Корнилий. Библия говорит, что Корнилий и вся его семья уверовали и были крещены. Давайте откроем Деяние, 16-ю главу, когда Павел и Сила прославляли Бога в темнице, произошло землетрясение, и тюремный страж подумал, о нет, теперь заключенные разбегутся и меня казнят за это. Он даже собирался покончить с собой, но Павел сказал, стой, мы все здесь. Тогда он ответил, что мне делать, дабы спастись? Павел поделился с ним, веруя в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и вся семья твоя. Давайте скажем это. Они уверовали. Смотрите, здесь же в 16 главе Деяний Лидия, когда она пришла к Господу, то также уверовала и вся ее семья. Бог любит работать с несколькими поколениями сразу. Вопрос в том, согласитесь ли вы ходатайствовать за свое будущее поколение? Редактор субтитров